Привет, друзья! Меня зовут Марк, вы на канале Бабки на Крипта, и это канал по заработку на криптовалюте. У нас сегодня на обзоре будет проект, который называется Ketizen, и вот недавно в Твиттере они публиковали новость о том, что будет жирный-жирный airdrop, но пока еще не понятно, что это будет за монетка, что вообще раздадут, какая будет сумма, этого еще ничего не понятно. Есть только информация о том, за что будут раздавать дроп. Опять же, это исходя из Твиттера, из поста в Твиттере, поэтому здесь мы можем только, соответственно, и гадать. Поэтому сегодня поговорим про данный проект, покажем вам, что-то можно прямо сейчас сделать, какие апдейты были в принципе в проекте. Ну и пробежимся в целом по проекту, по игре, чтобы каждый из вас, кто до сих пор не зашел в этот проект, побыстрее это сделали, потому что проект обещает быть очень интересным. Но предварительно, конечно, рекомендую подписываться на наш YouTube канал Бабкина Крипта, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и жмите в колокол, чтобы точно ничего не пропустить. Также, друзья, рекомендую вам подписываться на наш Telegram канал Бабкина Крипта, здесь мы постоянно публикуем полезную информацию, делаем это абсолютно бесплатно. И самое главное, это выходит очень быстро, ну гораздо быстрее, по крайней мере, чем на YouTube, поэтому тоже на тележку подписывайтесь. Но мы давайте будем приступать, ведь мы уважаем ваше время. Итак, друзья, сегодня мы беседуем о проекте, который называется Catizen, о нем мы уже, в принципе, снимали несколько роликов, это было довольно-таки давненько. В принципе, мы стараемся отслеживать все эти нюансы, вот Catizen проект, два месяца назад еще аж мы снимали ролик по нему. Конечно, и куча постов было в нашем Telegram канале по данному проекту, и вот совсем недавно мы сделали еще один постик, в котором подробно расписали информацию о том, какая будет, в принципе, раздача. Вся эта информация есть в целом в Твиттере данного проекта, поэтому рекомендую вам в него обязательно добавиться, подписаться, чтобы ни один из апдейтов по проекту не прошел мимо вас. Сейчас мы изучим данный постик, посмотрим, какие вообще апдейты нас ожидают, и что в целом от проекта можно ждать, какие плюхи, какие вообще перспективы у него есть. По дорожной карте данный проект продвигается очень хорошо, первые два этапа были успешно завершены. Первая фаза мини-игры, Catizen и вторая фаза ползапусков, Catizen тоже это все успешно прошло. Также они отчитываются по поводу игроков, по поводу в целом аудитории, да, всего игроков в игре более 23 миллионов. Количество пользователей в цепочке 1 300 000, внутри сетевые транзакции, сами видите, 14 миллионов, что достаточно много для простого игрового проекта в Telegram. Ну и, соответственно, общее количество участников в Catizen Lounge Pool 171 000. Грубо говоря, информация очень полезная, и для людей, которые плюс-минус в теме лаунч пулов, вот этих всех историй, вы понимаете, насколько это важно для проекта, который запускается, который на данный момент до сих пор работает. Также Catizen входит в топ-1 Open League третьего сезона подряд, Catizen получил 7546 отзывов, предложений от игроков, и собрали 11 тысяч трогательных историй между драками и их кошками. Также Catizen обязуется пожертвовать 1% от общего дохода некоммерческими организациями для помощи бездомным кошкам. Тоже такая благотворительная история, безусловно, даст буст данному проекту. Понятно, что это не удивительно, да, какая-то штука, потому что они, в принципе, об этом давно писали, но здесь они в данном посте еще раз сделали на этом акцент, для того, чтобы привлечь новых людей в данный проект, кому эта тема не безразлична, как бы мне конкретно тоже не безразлична, потому что я очень люблю домашних животных, и, в принципе, эта тема меня трогает, как говорится, и поучаствовать в проекте я бы, конечно, хотел, если бы только-только о нем узнал. Ну и по поводу запусков третьего этапа здесь тоже есть информация, планируется представить более 200 мини-игр, превращая Catizen из одной мини-игры, которая у нас сейчас есть в телефонах, в Телеграме, в игровой центр, который может объединить более 100 миллионов игроков. И также Catizen собирается запустить игровой движок своеобразный, да, который сами разработают специально для мини-игр приложение Телеграм, потому что Телеграм сейчас выходит и уже вышел на новый уровень, по количеству Телеграм игр, приложений он уже точно всех обгоняет. Ну и, соответственно, поскольку это тренд, все стараются к этому тренду, как говорится, иметь какое-то отношение, как в данном случае Catizen тоже, соответственно, так же это и делает. Также планируется запустить свой СТГ-движок и запустить свою игру в Телеграм всего одним щелчком мыши. И эта информация будет полезна разработчикам, всем, кто делает да-апс приложения, как в Телеграме, так и на блокчейне Тона, это тоже может быть очень полезно, не только по Тону, но еще и в целом со связью с другими монетками, с другими экосистемами. Ну и плюсом ко всему Catizen откроет свой лаунч-пул и скоро будет открыть он для других пользователей. В принципе, цели у данного проекта прям максимально масштабные. Сомневаться в том, что они этих целей могут достигнуть, ну я лично не сомневаюсь, потому что проект достаточно сильный, уверенный. Идет он очень хорошо и делает то, что он обещает, и это самое-самое главное. Плюсом ко всему хочется отметить, что последнее время в игре меньше багов, меньше каких-то историй, которые могут зависнуть, да, в любом случае. Поэтому все работает достаточно неплохо, достаточно хорошо. Теперь мы изучим в целом проект, посмотрим, если вы в данном проекте до сих пор не принимаете участие, обязательно переходите в наш постик, изучайте его подробно, да. Можете изучить подробный постик, который из Твиттера у нас тут есть. Ну и, соответственно, здесь же есть ссылочка на бота, на само приложение. Если вдруг не найдете пост, то ссылочка на данный проект будет в описании, поэтому тоже добавляйте, чтобы, как говорится, быть в курсе всех событий. Вот на данный момент мы прямо сейчас заходим в приложение, сразу же открывается у нас история, но здесь я открыл свой не основной аккаунт, здесь у меня всего лишь какой-то уровень 59 закрыт. Опять же, была информация о том, что для людей, которые, игроков, которые достигли менее 200 уровня, то никого airdropа не будет. Эта информация вообще никак не подтвердилась, поэтому вы не переживайте, вы продолжаете играть в данный проект. Если вы ставите фермы, будьте аккуратными, потому что здесь будет очень знатная бритва, а airdrop рассчитывает быть очень достаточно жирноватым, и вас могут просто побрить, вас могут просто откинуть. Поэтому я бы вам рекомендовал использовать, допустим, не 10-15 аккаунтов, а прокачивать, к примеру, 2-3-5 аккаунтов, но делать это четко, хорошо, уверенно, без всяких проблем, чтобы четко у вас все там, как говорится, работало. На данном втором аккаунте у меня 59 уровень всего, на основном аккаунте у меня уже более 200 уровней, прокачиваю 2 аккаунта, ну как прокачиваю, этот я вообще редко захожу, включая иногда его на компьютере вторым окном, а тот я прям активно развиваю и прокачиваю. Что здесь в целом изменилось? У нас, по сути, остался с вами магазин, в котором мы можем приобретать монетки, да, и рыбку вот здесь за 0,1 цент в долларе. Также мы можем здесь зарабатывать эти монетки, используя и проходя вот эти таски разнообразные, здесь нужен телеграм, твиттер, все это дело пройти. В общем, тасков достаточно много, поэтому старайтесь это делать, пройти по максимуму, чтобы все таски были выполнены, и вы больше получите, соответственно, наград за эти все Catizen Tasks. И ачивки, не забывайте, тоже они, пусть и пассивно, но дают вам определенные монетки, которые тоже могут вам какое-то иметь место в игре, поэтому, друзья, тоже об этом не забывайте. Следующая вкладочка у нас генерация кошек, в принципе, здесь, я думаю, рассказывать не нужно, в целом, это и так все понимают. Как кормить здесь тоже все понятно. В целом, ничего особенного здесь, по сути, и не поменялось. У нас также есть вкладочка майнинг, здесь есть ускорение можно сделать, и здесь есть активы, которые тоже у вас, соответственно, могут быть в наличии. Если они есть, значит, хорошо, если они у вас, их у вас нет, значит, достаточно слабо вы развиваетесь в проекте. Видите, что у меня какие-то тут метки собрались, не знаю, посмотрим, что с ними делать, подождем основных апдейтов по информации от данного проекта. По поводу аэрдропа, опять же, команда постоянно говорит о том, что он будет, опять же, непонятно, какие будут раздавать монеты, что вообще будет предшествовать данному аэрдропу. Есть только инфа, что он должен быть, потому что проект реально крутой, реально проект очень интересный. Перспективы у него огромные, и в данный проект, в данный поезд залетать нужно прямо сейчас, прямо поторопиться, друзья, потому что обещают раздачу, обещают аэрдропу в июле. Я, конечно, сомневаюсь, что она будет в июле, скорее всего, ее можно будет ожидать в августе, поэтому, если она будет в августе, тоже, как говорится, не удивляйтесь, что это произойдет. Просто знайте, что прямо сейчас нужно по максимуму развиваться в данном проекте. А так, друзья, в целом, сегодня мы обо всем с вами поговорили, побежались по нашему посту, о котором мы, в принципе, тоже уже ранее я говорил про наш телеграм-канал, пробежались по посту в твиттере, тоже на твиттер подписывайтесь обязательно, чтобы новости не пропускать. Если вы что-то такое упустите, то все как бы, вы будете вне контекста информации, не сможете проявить какую-то активность, которую нужно проявить в данный момент, к примеру. Поэтому, друзья, вновь вам рекомендуемся, конечно же, подписываться на наш ютуб-канал Бабкина Крипта. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и жмите в колокол, чтобы точно ничего не пропустить. Меня зовут Марк, я благодарю каждого из вас за просмотр, хорошего дня, отличного настроения. И самое главное, друзья, не теряйте свой кэш. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok